Друзья, мы так же, как и все адекватные люди, хотели бы гордиться своим президентом и уважать его. Однако, давайте рассмотрим 20 лет правления Путина и попробуем найти хоть какие-то основания для гордости или хотя бы для уважения. В самой богатой стране мира народ самый бедный, но сами богатыми в мире стали дружки Путина. Даже народное достояние нефти и газ народу продается втридорого, дороже, чем продается в тех странах, куда Россия эти ресурсы поставляет. За 19 лет в России разрушено более 150 тысяч промышленных предприятий, более 38 тысяч крупных, закрыто 22 тысячи детсадов, 14 тысяч школ, село уничтожено почти полностью. За 19 лет правления Путина Россия потеряла более 23 тысяч городов и деревень. Организована беспрецедентная в мире коррупция по размерам хищения и безнаказанности. Даже на мусоре Путин обогащает своих друзей, а людям увеличивает тарифы и свалки организует прямо возле их домов. Армия правоохранителей стала огромной бандой коррупционеров, вымогателей и крышевателей, творящих беззаконие и помогающих грабить Россию. Мы все помним полковника МВД Захарченко с 9 миллиардами, полковника ФСБ Черкалина с 12 миллиардами. Мы все помним случай с Галуновым, где полицейские подбросили журналисту наркотики. Многие знают и другие случаи фальсификации заказных уголовных дел. В Новосибирске целая армия прокуроров и ментов трудится в интересах цементного монополиста. И рейдера Тарана, который выводил десятки миллиардов из-под налоговложения и разрушает другие организации. Как мы понимаем, менты и прокуроры не на волонтерских основаниях помогают ему и преступления безнаказанно совершать, и с конкурентами расправляться. И на политической арене мы тоже видим такие же преступные действия в интересах Путина. Убийство Анны Политковской, убийство Бориса Немцова и Сергея Магнитского. Сейчас мы видим странное внезапное заболевание Алексея Навального, похожее на отравление каким-то химическим веществом. И далее мы видим неадекватное поведение властей, блокирующих допуск личного врача к Навальному. Что это? Очередное покушение на жизнь позиционного политика? Мы желаем скорейшего выздоровления Алексею и внимательно следим за развитием событий. Мы осознаем смертельную опасность освещения деяний Путина, но мы не готовы молчать, так как это нашу родину он разрушает, разрушает будущее наших детей. Хватит это терпеть. Россия это наш общий дом и нам нужен другой президент. Нам нужно другое руководство страны, у которых семьи будут жить в России. Лечиться будут в России, учиться будут в России и отдыхать будут в России. Так мы будем понимать, что они точно будут развивать и заботиться о России. Организуем и выходим на митинги протестов по всей России. В Новосибирске следующий митинг будет 1 августа в 18.00 в Нарымском сквере. Если вы поддерживаете отставку Путина, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и выходите на митинги.